Привет, друзья! На связи Виктория Катыченко. И я хочу ответить на вопрос, где можно сейчас заработать в интернете. Мне просто последнее время, ну не только последнее время, все время задают этот вопрос, Вика, подскажи, где можно заработать сейчас в интернете, чтобы не кинули? Ключевой момент, чтобы не кинули. Я в интернете уже три года, да, уже три года, ну вот летом будет три года. Я участвовала в большом количестве проектов. Я зарабатывала большие деньги, зарабатывала не очень большие деньги. И на данный момент я вынесла такой для себя опыт и урок, что стабильного заработка в интернете, действительно вот такого стабильного, пассивного дохода добиться нельзя. Объясню почему. Если вы зашли в компанию, в какую-то серьезную MLM-компанию, там с продуктом, да, допустим, этот продукт действительно нужен людям, хотя на моем опыте таких компаний не было, продукт которой действительно нужен людям. Я могу спорить на эту тему. Если вы мне будете показывать в компании, чьим продуктом пользуется обычный пользователь, ну напишите, пожалуйста, в комментариях, я с удовольствием рассмотрю этот вариант. Но на сегодняшний день я вижу такую вот картину. Все MLM-компании, это был не секрет и раньше для меня, конечно, ну тем не менее, три года, то есть я видела много MLM-компаний, пробовала в некоторых работать, в некоторых работала серьезно, но продуктом компании MLM пользуются только люди, которые работают в этой компании, потому что у них есть в этом финансовый интерес. Этот продукт не составляет как бы какого-то, то есть он не является какой-то панацеей для всех людей обычных, он не будет лучше по качеству, чем то, что они могут купить в магазине или в аптеке, и он будет однозначно дороже, чем люди приобретут это не в сети, не в MLM. Будет ли он лучше при этом? Нет, не будет. Уже тоже я много проверила продуктов разных, не нашла я лучший продукт в MLM, чем такая же альтернатива ему просто в магазине. Из этого вывод. MLM-компании имеют место, можно там зарабатывать, но пассивного дохода, чтобы поставить это на поток и получать постоянный пассивный доход, уже не работая, невозможно. Объясню почему. Потому что, когда у вас первое время вам нужно организовать структуру, то есть работать с приглашениями, подтягивать людей, которые будут тоже строить структуры, естественно, покупая при этом продукт, потому что во всех компаниях есть какая-то минимальная закупка обязательная. Ну, практически во всех, если ее нет, то просто дохода не будет от структуры. Вы сначала работаете над тем, чтобы создать команду, которую нужно будет научить тоже приглашать. Когда у вас такая команда появляется, люди приглашают, то вы должны, ну, вы можете уже перестать приглашать, но вам все равно нужно постоянно поддерживать вот такой вот здоровый баланс, в вашей структуре, в вашей команде. То есть вы должны их мотивировать, вы их должны обучать, вы должны работать с их приглашенными, потому что они будут вести к вам, к спонсору, как к своему спонсору на тройной разговор, каких-то там важных супер клиентов, которые они так считают, что это вот супер-супер важный человек, вот ты обязательно, как спонсор, должен мне помочь его подключить. И вы будете постоянно привязаны к своему делу, и уехать куда-то на месяц, там, на отдых, не получится, оставив структуру. Получится, ну, структура будет разваливаться. Если в вашей структуре появятся супер-лидеры, мега такие, да, которые возьмут эту роль на себя, то, скорее всего, что тоже часто происходит, и есть тому примеры, не один, их много, компания от таких лидеров избавляется. Ну, каким образом? То есть они начинают придумывать какую-то историю, что этот лидер нарушил правила, да, потому что они не хотят платить деньги за ту работу, которую вот он уже проделал, и как бы уже он не делает. Компания в нем как бы не нуждается. Его структура работает самостоятельно, а они ему платят, при том, когда такая есть структура, то этот лидер уже получает достаточно солидные деньги. Соответственно, компания не хочет расставаться с ними, и от таких людей избавляются. Обвиняя их, причем избавляются очень некрасиво, они начинают грязь лить на них, и этот лидер еще уходит и как бы с позором, можно так сказать. Далее, то есть, ну вот вам, я не хочу работать в MLM-компании какой-либо, потому что я не нашла ни одну компанию, продукт, который действительно нужен людям, и, соответственно, второй пункт, почему я не хочу, потому что это огромный труд, который, из которого тебя могут выкинуть просто, могут в любой момент от тебя избавиться. Ты никак не застрахован, можно потом судиться с этой компанией, можно там, ну, что угодно, можно, но, поверьте, еще никто от этого не получил чего-то хорошего, да, результата. Вот, можете не верить, можете проверить просто, можете поинтересоваться. Дальше, проекты, ну, компании мы разговаривали, да, проекты, проекты на сегодняшний день открываются каждый день по несколько проектов, причем открывают их люди в последнее время, которые, вот, типа, как я, уже давно в интернете, в разных проектах работали, участвовали, да, немножко понимают схему, как это все делается, за счет чего зарабатывается, и как это все можно устроить, и делают, создают свои такие проектики, которые живут недолго, вот, они зарабатывают деньги, потому что люди, как бы, понимают, что они, заработок у них только с интернета, им нужно как-то выживать, они начинают создавать, сначала, возможно, с какими-то благими целями, какой-то там сервис, который, возможно, там кому-то будет чем-то помогать, ну, там возникают какие-то проблемы, трудности, этот сервис сворачивается, ну, а, как бы, деньги потрачены, и, ну, и о кем-то заработанном, вот, я многие проекты рассматриваю, и сейчас, и рассматривала раньше, то есть ко мне приходит информация о проекте, ну, достаточно на ранней стадии, еще когда он не запущен, и меня приглашают для того, чтобы его начинать развивать, я рассматриваю его, я не нахожу для себя ту зацепку, которую можно, да, продать людям, которая качественная, которую захочется продвигать, я не нахожу, я, как бы, не участвую в этом проекте. Есть проекты, в которых можно, конечно, зарабатывать, такие, как матричные проекты, то есть там никто никого не обманывает, там все понятно, пригласи, заработаешь, не пригласи, не заработаешь, такие проекты я тоже не рассматриваю, потому что деньги, передающиеся вот так вот буквально из рук в руки друг к другу, я понимаю, чем это там дальше грозит, когда эти матрицы останавливаются, обещают переливы, переливов там какое-то время может быть и есть, то есть от лидеров, которые заходят первые, но лидеров не хватает столько, все равно их не так много, этих лидеров, чтобы на всех заработать, включая на себя, еще на кого-то под собой, поэтому люди, которые надеются на переливы, они не зарабатывают, они тратят деньги, соответственно, потом начинают ныть, у меня не получается приглашать, они, может, и хотели приглашать, и, может быть, пытались приглашать, но это не так легко, пригласить человека в матричный проект, и поэтому матрицы останавливаются, и все это дело заглохнет. Я в такие проекты, я понимаю, я бы там могла много заработать, но я не приглашаю, мне стыдно, мне стыдно звать человека в матричный проект, потому что я уже переросла, было время, когда я работала в матрицах. На данный момент, ну это тяжело, это даже мне было тяжело, потому что всё равно надо работать с этой структурой, всё равно нужно как-то пытаться обучать людей, приглашать, они не хотят приглашать, им не хочется этого делать, потому что им 2-3 раза отказали, они говорят, вот всё, у меня не получается, вот у тебя получается, у меня не получается. Ну говорю, делай такие-то шаги, записывай видео прежде всего, делай то-то, то-то, набивай друзей ВКонтакте, но это же надо делать всё, надо тем работать, на это надо тратить много времени, я тут очень много времени трачу. Ну в общем, к чему я это всё веду? А, ещё один вариант дохода, это пирамиды, ну это тоже как бы, я не знаю, стоит ли комментировать, такие проекты, давайте я не буду называть названия, вы все прекрасно их знаете, но это где доход идёт с вновь входящих людей исключительно, и там никакого нету бизнеса, ничего, то есть, пока люди заходят, пока тем выплачивают, ну в общем, это тоже как бы всем понятно, такая картина, и заканчивается это всегда одинаково, рано или поздно это всё закрывается, люди теряют деньги, причём теряют часто даже те, которые вверху, потому что они делают реинвесты, и рано или поздно, после очередного реинвеста, компания закрылась, и они не успевают забрать свои деньги. Ну, скорее всего, лидеры всё равно зарабатывают, потому что у них от структуры идут. Деньги, конечно же, своё, они возвращают быстро. Вот, туда я тоже не хочу приглашать людей, потому что, ну, я понимаю, что, чем это заканчивается, люди тоже это понимают, но они всё равно потом будут винить того человека, через которого они зарегистрировались, потому что всё равно человек всегда ищет крайнего, кроме себя. Люди берут большие кредиты, люди продают квартиры, люди делают такие страшные вещи, что, ну, как бы, и потом будут тебя винить за то, что они это сделали, потому что, ну, такая психология, такая натура человека, да, он будет искать крайнего. Всех кроме себя. Вот. И какой вывод я из этого всего сделала? Что единственный стабильный доход, который я получала за всё это время, это мой канал YouTube, который мне приносил честные деньги, заработанные. И с каждым днём он приносит мне всё больше и больше доход. Но поскольку мой канал, он посвящён заработку в интернете, как бы, ну, я на данный момент уже мне это вот так вот, вот тут вот этот весь заработок в интернете, потому что я понимаю, что мне даже, ну, не хочется никуда людей приглашать, потому что я вижу, насколько это всё недолговечно, и насколько это всё шатко, и насколько люди будут тратить время, возможно, деньги, да, там, где вход платный, и потом будут разочарованы, и, ну, я не хочу больше в этом участвовать. Вот так вот. И я начала открывать другие каналы, которые, там, посвящены не заработку в интернете, я чему-то другому, допустим, ну, каким-то там, ну, у меня есть домашний канал, там, где я снимаю своих попугайчиков, там, есть канал, где я снимаю, как я готовлю, вот. Но это тоже занимает всё время, естественно, потому что видео надо обрабатывать, видео надо снять сначала, они должны быть, ну, как бы, интересные, я понимаю, чтобы люди подписывались, и этим тоже надо, над Ютубом надо работать. Вот, и последнее, что я сделала насчёт Ютуба, это я купила лицензию на скачивание с официального источника видео, которые так просто скачать нельзя, да, если мы скачиваем чьи-то чужие видео, то канал нас Ютуб банит. Вот, я купила лицензию у компании, можно так сказать, да, которая разрешает теперь мне скачивать их видео. И раскручивая вот этот вот канал. Ну, это я отвечаю на вопрос, чем я сейчас зарабатываю, потому что мне все спрашивают, где ты, чем ты зарабатываешь? Вот, я открыла такой вот каналчик, я сейчас его, сейчас я его открою, покажу, подписывайтесь, кстати, буду рада видеть в подписчиках, потому что канал только-только, я начала ним заниматься, ну, по крайней мере, мне не нужно самостоятельно здесь записывать видео, и я могу просто скачивать их, заливать себе на канал и получать, как бы, подписчиков, просмотры и заработок на канале Ютуб. Вот несколько видео уже есть, тут есть трейлер, я его еще не открыла, трейлер каналу «Секреты кино». Канал называется «Секреты кино», так, «Секреты кино HD», и тут будет у меня разные-разные-разные закулисные моменты про фильмы, да, какие-то интервью с актерами, режиссерами, там, ну, в общем, все такое вот. Про фильмы, которые кто-то любит, кто-то не любит, ну, какие-то популярные фильмы. И вот я собираюсь зарабатывать чисто теперь на Ютубе, соответственно, я подключилась к партнерке, там у меня тоже есть структура таких же ютуберов, да, людей, которые зарабатывают на Ютубе, которые тоже подключаются к этой партнерке через меня, и я зарабатываю еще и со структуры. То есть я на сегодняшний день, спустя три года, все-таки поняла, что заработок в интернете, ну, как бы стабильного заработка в интернете, наверное, нет. Ну, пока что я вижу его только в Ютубе. Вот Ютуб, хотя тут тоже есть свои риски, конечно, канал могут закрыть канал, могут там забанить, ну, то есть может быть много всего, это тоже большой труд, но, по крайней мере, здесь мы никого не обманываем, и не собираемся, здесь мы работаем и получаем за это деньги, если какие-то есть вопросы, эти вопросы можно решать, то есть даже если закрыли канал, то его можно решить через партнерскую компанию. Ну, и вот, как бы, вот на эту тему я хотела сегодня записать видео, потому что у меня очень много приходит в Скайпе сейчас предложений о заработке в интернете, я просматриваю их, конечно, в надежде, я все-таки надеюсь выйти на что-нибудь такое вот серьезное, интересное, то, что действительно нужно людям, то, что будет хотеться продавать, то, что будет полезным, нужным, и при этом будет хороший маркетинг, адекватная цена и так далее. Ну, к сожалению, по сей день, сколько я всего пересмотрела, вы себе даже представить не можете. У меня очень много видео на канале о разных проектах, 338 видео, по-моему, у меня. Ну, это не значит, что 338 проектов, конечно же, потому что если я захожу в проект, я снимаю потом многое про этот проект, как вывести деньги, как пополнить кабинет, как там какие-то еще операции делать в своем кабинете. Ну, то есть я записываю по каждому проекту, в который захожу, который, мне кажется, будет последний. Вот, все, я нашла проект, я буду заниматься. Ну, а, 383, 383 видео. Ну, вот, последний трафик мой сон, видите, перечеркнутый, все видно и понятно, что. То есть это был бокс, он был бесплатный, мне он очень нравился, потому что здесь платили по 100% от первой линии рефералов, тут одноуровневая была программа. Вот, зарабатывали люди по 7-10 центов в день, и, соответственно, я со своих рефералов тоже зарабатывала с каждого по такой сумме. У меня капало уже в день по 4, 5, 7, 8 долларов. Очень даже нормальный такой доход, ну, а на автомате, который был, да, и я так вообще была очень счастлива этому проекту. Но потом просто от таких лидеров, как я, которых структура там 250-300 человек, этот проект избавился. Я просто заблокировал аккаунт там с обвинением в двойном аккаунте, чего, конечно же, не было. Ну, остальным людям начали перекрывать немножко вывод там, типа, как создавать трудности с выводом. То есть постепенно он начинает сворачиваться. Хотя он работал достаточно долго и очень успешно, и мне он очень нравился. Я действительно его сильно рекламировала, потому что, ну, без вложений, и реально деньги зарабатывались и выводились. Пусть небольшие, кто хотел большие, тот строил структуры и зарабатывал больше. Вот. Ну, и я рассматривала много-много других проектов, разных параллельно с вот этим вот буксом, которые обещали, типа, таких условий, ну, там не работал вывод, то ли какие-то менялись условия, ну, в общем, была проблема. Вот. Топ Лидерс хороший проект, который за, вот, Топ Лидерс рулит. У меня была последняя из этой серии видео. То есть там мы просто, ну, раскручиваем страницу ВКонтакте. И есть партнерская программа, которая позволяла зарабатывать. Ну, тоже на первом этапе он хорошо, он пошел, люди добавляли, все. Но потом постепенно все меньше и меньше, потому что, ну, определенная публика, которая в этом крутится, она уже в него зашла, люди добавились друг к другу друзья. То есть, ну, вот, кто был на первых порах, то все в восторге. Сейчас уже кто заходит, как бы, ну, того результата нет. Да, он дает все равно друзей ВКонтакте. Можно самому набирать друзей ВКонтакте, целевую аудиторию. То есть однозначно он полезный. Ну, уже, допустим, там, заработать таких денег, да, или получить друзей за деньги, вот просто без, ну, так как бы, без напряга. Это уже не получается. Вот. Что тут еще у меня такое? Веб-трансфер. Вот, веб-трансфер, ну, пока работает. Но он такой запутанный, что я вот до сих пор, как бы, делаю ошибки сама, вот при том, как я, там, какие-то операции делаю внутри кабинета, да. Тяжело по нем видео записывать, потому что зависит от ранга, от рейтинга зависит, там, у каждого своя опция, открывается или закрыта, или открыта, там, еще от каких-то, как-то, периодически они меняют маркетинг-план или какие-то условия. То есть он якобы вроде как развивается, но, ну, с головой в него погрузиться, как бы, сложно, потому что, если большая структура, ну, у людей куча вопросов, эти вопросы, они не хотят сами вникать, им надо разложить по полочкам. Я сама, как бы, не все понимаю, да и мой спонсор тоже не до конца все понимает, его спонсор. Ну, то есть тут все, как бы, так, все приблизительно понимают что-то, да, там, деньги действительно зарабатываются, но, вот, как долго это будет продолжаться, я лично не знаю, гарантировать что-то не могу, потому что, вот, это так и приглашать стрёмно, потому что, ну, вот, завтра он закроется, а мне скажут, а, ты меня приглашала, ты там обещала, хотя я никогда ничего не обещаю, ну, люди находят виноватого, понятно, ну, и, соответственно, не себя. Вот, сова, вот, сова у меня есть, сова тоже вроде бы как работает, все хорошо, но, ну, там есть бизнес настоящий, да, который, который рабочий, который развивается, там, не новые бизнесы открывают, то есть это, что там, это у нас не инвестиционная компания, это у нас кооператив, кооператив, который собирает деньги с населения, да, и на эти деньги открывают новые бизнесы, и с этого бизнеса выплачивают проценты. Ну, я ничего не могу сказать, как бы плохого на счет этого кооператива, только хорошее. Но, опять-таки, какие-то гарантии, это бизнес, это живой бизнес, в который какие-то могут возникнуть проблемы, и, соответственно, они отразятся, как если бы даже вы свой бизнес открывали, и так же самое было. То есть есть у меня еще и на Вейтиф Секьюритис, это банк за, вот, на Вейтиф Секьюритис, Профит Макс счет, это я себе открыла счет за границей, вот, ну, и там есть очень хорошие возможности, это альтернатива банковскому счету, то есть это интереснее, чем банковский счет, ну, и я, как бы, решила там сохранять свои деньги и приумножать. Там есть доход небольшой в год, там до 20% в год, он в валюте, этот счет, он, как бы, ни кем не контролируется, там, ну, нашей страной, да, то есть никто не может знать, сколько мне там денег. Ну, в общем, как бы, мне это интересно показалось, я разобралась, но это тоже не та тема, это, как бы, не интернетная тема вообще, это вообще другое, это больше на земле. Вот, вот, заходила в iBattler, я пробовала iBattler, как бы, ну, то, что там обещалось, как бы, ну, что-то из этого сделалось, ну, далеко не то, что в чем рассказывают, о чем рассказывается в презентации. Вот, Swap, был такой, такая компания, в которую я заходила, Swap, это такая спрей, который брызгаешь на одежду и можно без утюга, значит, разгладить одежду. Ну, да, разглаживает одежду, ну, есть какой-то непонятный запах, который мне не нравится лично, я вот не хочу продавать продукт, в котором мне что-то не нравится. Хотя продукт работает, действительно, он разглаживает, там, ну, не идеально, как после утюга, ну, разглаживает. Вот, я записала одно такое видео, ну, у меня одну баночку и купили, там, еще у меня штук, не знаю, сколько там баночек было в коробке, стоит. Короче, активно продвигать этот продукт, ну, он не заменяет утюг, скажем так, как его позиционирует компания. Вот, ну, выручает. Я, кстати, брала в Египет его с собой, и я там ним пользовалась, потому что вроде как и утюг был в гостинице, можно было попросить, ну, когда вот одел на себя вещи, и тебе уже надо выходить, ты же не побежишь на ресепшн, что-то там пытаться объяснить, что тебе надо, чтобы тебе принесли этот утюг, там, непонятно когда, или сказали, куда пойти. Вот, поэтому я ним пользовалась. Что тут у нас еще? Ну, вот, про криптовалюту. Это тема, которая сейчас очень популярная в интернете, ее, и тем, что она сложная достаточно в плане понимания, как это работает, что это такое вообще криптовалюта, пользуются компании тем, что люди не могут разобраться. Это надо быть очень, широким специалистом серьезным в этом всем, да, чтобы разбираться и понимать на сто процентов, действительно ли там манят эту валюту, криптовалюту, или же это очередной сбор денег, да, ну, пирамидка такая. То есть, и все равно я понимаю, что даже последняя компания с криптовалютой связана, там, супер-женщина, которая в этом якобы профи, там всякие награды у нее есть, и все, но все равно, я вот пока сама не разберусь окончательно, я не могу поверить, потому что уже много обломалось, вот реально уже, верила же не раз, и много было обломок, поэтому, как бы, а понимать, понимая, что разобраться в этом я лично не смогу, а кто сможет, ну кто, ну все остальные опираются на то, что она специалист, ну хорошо, но она специалист, ну то есть, ну, не знаю, тут мы бессильны, тут мы можем только поверить на слово, вложить деньги, и потом думать, когда, ну, сколько оно будет жить, и будет ли вообще это жить, эта криптовалюта, ну вот был проект Follow Me, да, так радостно я в него зашла, и радостно вышла через два дня, так, что бы у нас еще было, а, Skyway, кстати, мне спрашивают про Skyway, да, я там купила акции, я очень счастлива, что я там купила акции, как это будет дальше, я не знаю, насколько быстро эти акции, у меня, кстати, там полмиллиона акций, я, конечно, сама удивилась, когда посчитала, посмотрела сумму, вот, но я очень надеюсь, что они построят вот этот вот экспериментальный проект, и действительно у них все пойдет классно, и мы, я, я и те люди, которые зашли, купили акции, станем очень богатыми людьми, состоятельными, у нас будет по своему Юнибусу, и мы будем гонять по всей стране, по всему миру на нем, вот, ну, я, конечно, утриру это все, но, тем не менее, то есть, да, есть у меня акции, да, я очень хорошего мнения об этом проекте, об этой компании, о самом господине Юницком, вот, продвигать проект очень сложно, потому что в это никто не верит, вот, кто посмотрел мои видео, кто посмотрел потом презентации, а они, как бы, купили себе акции, и там дальше пытаются это продвигать, но заниматься это вплотную, серьезно, вот так вот, как бы, рассказывать, ходить о том, что это точно будет, сто процентов, вот я, ну, я не могу, потому что они даже, вот, ну, они сами-то не могут быть уверены сто процентов, что финансирование будет продолжаться, им хватит, чтобы это довести до конца, ну, они вроде как уверены, но, ну, как можно в этом быть на сто процентов уверены, ну, ни в чем нет сто процентной гарантии, ну, я всей душой верю, что там все получится, и действительно, ну, и будет классно для всех, даже не то, что мы там, те, кто поучаствовали в этом финансово, разбогатеем сильно причем, а то, что это большой вклад, вот, в развитие нашего всего мира, всего земного шара, вот, что-то у нас еще, финансикл, серфинга, ну, это те проекты, которые, типа, должны были платить большие деньги, но не платили совсем ничего, так, что тут у нас еще, вот я, я уже и забыла, биток, ну, биток, вот тоже это тот, это криптовалюта, в которую я попыталась разобраться, поверила, вложила там деньги, да, что-то мне капает, ну, прибыль небольшая, вот это вот, наверное, настоящая криптовалюта, что-то они там добывают, но этих денег мало, это, ну, заработать тут много не получится, что-то заработали, ну, структуру строить, слишком много, объем работы там, именно со структурой, потому что вход бесплатный, а вопросов у людей там, ну, тысячи просто, как, что, вот, зарегистрироваться, что дальше делать, там, установить программу, а как, у меня не работает, мой компьютер не подходит, наверное, в общем, такое вот, все это, ну, каждый возится, как бы, за центы там, в год эти центы капают, нет, так, наверное, уже слишком длинное видео, у меня получается, так, вот там, у нас тут юницкие эти видео, я, заливала себе, когда была, заходила в Skyway, информацию заливала, так, так, это я ездила в Skyway, ну, в общем, ребята, ну, вот, глобус еще есть проект, это тоже бесплатный проект, ну, да, платит, платит за показ рекламы, за то, что мы смотрим рекламу, и получаем за это мы деньги, от структуры тоже мы получаем деньги, но раньше деньги выводились на телефон и на карточку, сейчас на телефон, на карточку не вводятся, выводятся на WebMoney и на PayPal, у меня, я не люблю WebMoney, а PayPal в Украине не работает, поэтому у меня там деньги весят, но там можно рекламировать свои проекты, которые я не рекламирую, ну, то есть, может быть, как-то я их выведу оттуда вам, кто с WebMoney дружит, можно, можно там работать, строить структуру, но опять-таки, больших денег мы там, вы там не заработаете, так, ну, там уже у нас наши Мальдивы, в общем, такие вот дела, такие вот дела, друзья, так что, я ухожу в YouTube, я занимаюсь каналом YouTube, я ставлю ссылку на все свои каналы на YouTube, под этим видео, буду благодарна, если вы станете подписчиками моих каналов, вот, если вас интересуют какие-то вопросы по YouTube, вы можете ко мне обращаться, чем смогу, помогу, вот, а с вами на связи была Виктория Катаченко, с таким вот выступлением, можно сказать, и финишным, да, про насчет MLM проектов, и всего такого в интернете, и я это видео буду отправлять, наверное, тем людям, которые будут спрашивать, где ты зарабатываешь, потому что, вот это все рассказать, описать это очень сложно, все, на этом точно все, всем пока, всех люблю, целую, bye-bye, увидимся на YouTube, spreial, спасибо, yarnи,